Ну, видите ли, в чем дело. Старший сын женился на девушке не из старообрядческой семьи. И очень были конфликтные отношения из-за этого с отцом, потому что отец был тверд в своей вере. И нужно сказать, что вот когда были гонения на старообрядцев, он был, как говорится, человеком твердых моральных принципов. И многие же перешли, ну, отказались от старообрядчества, перешли в Русскую Православную Церковь, но только не он, не только ни Лебошинский. Вот Павел Михайлович Ребошинский, годы жизни 1820-1899, в принципе, как раз-таки при Павле Михайловиче Ребошинске, род Ребошинских, поднимается на планку очень высокую. Я еще вам сейчас зачитаю список миллионеров Российской империи. Вот при Павле Михайловиче Ребошинском они как раз-таки уже переезжают в Волочок, там, производство текстиля. Что касается также других денежных средств, они зарабатывали на банках, банки, я смотрю, были у многих. Сначала он открывает не один, а еще с двумя купцами, но потом все больше выкупает, выкупает, в итоге банк принадлежал только Ребошинским уже в дальнейшем. Что касается еще других направлений, это также вырубка леса, потом уже в дальнейшем у Ребошинских, машиностроение. Также завод, который потом был национализирован имени Лихачева, ЗИЛ, это тоже открытие Ребошинское в 1916 году, за год до революции. То есть деньги, как говорится, чекли рекой уже с других направлений. И нужно сказать, что они были вкладчиками, вкладчиками как инвесторы, да, еще в принципе, может быть, сами не руководили, но были вкладчиками как инвесторы в другие предприятия. Что касается Павла Михайловича Ребошинского, то был он с женой два раза, первый брак оказался неудачным, для старобрядцев развод не очень такое, в принципе, явление, ну, скажем так, частое, но тем не менее, был развод с первой женой. Вторая жена была гораздо моложе, но брак считался крепким. И интересная история, что его младший брат, который был в тени всегда своего среднего брата, он познакомился с молодой девушкой и говорит Павлу Михайловичу, да, ну, старший брат, как говорится, оцени мой выбор, она мне очень понравилась. Ну, вот он хорошо так оценил, он сам на ней женился. Было шестеро детей от первого брака и шестнадцать детей от второго брака. То есть всего-навсего 22 ребеночка было у Павла Михайловича Ребошинского. Но, чтобы вы понимали, тогда детская смертность, она была распространенным явлением, и не все 22 дожили до взрослого возраста. Завещал...